Хочу предложить текст Священного Писания, который записан в Евангелии Марка, 2 глава, 14 стихом. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мною!» И он встал, последовал за Ним. Есть встречи, есть ситуации, которые очень сильно меняют нашу жизнь. Я хотел бы задать вопрос каждому из вас. Помните ли вы, что побудило вас к покаянию? Возможно, вы выросли в христианской семье, и родители вас воспитывали и говорили, что есть Бог. Вы посещали воскресную школу, вы слышали о Христе, вы слышали о тех чудесах, слышали очень много библейских историй, и это вас подтолкнуло в свое время принять решение. Возможно, вы встретились с каким-то другом, с подругой, или еще с каким-то человеком, жизнь которого заставила вас узнать, что не так, почему он другой, что у него происходит. И его поведение заставило вас, или побудило вас к тому, чтобы подойти, узнать, спросить, прийти в церковь, взять первый раз в руки Слово Божье, читать, и Господь проговорил к вам. Я читаю эту историю, когда Христос встретился с Левием, проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин. Бывает так очень сложно начать свидетельствовать, людям рассказывать о Боге. Есть, знаете, уличные благовестники, которые с легкостью заводят разговор, может быть, сразу о Христе, или сразу на отвлеченные темы, потом подходят к тому, что есть вера, есть Бог, есть поклонение. Левий сидел, занимался своим делом. Фактически он был на рабочем месте, Иисус проходит мимо него, и просто, как знаете, обращает на него внимание и говорит, следуй за Мною. Вот я думаю, если бы я был на месте Левия, если бы я был на месте этого человека, вот эти слова, они заставили бы меня бросить все, оставить профессию, ремесло и просто пойти за Христом. Не зная, не понимая, неизведанная, то есть это просто шаг веры, огромный шаг веры. Вот этот поступок, это реальная вера. Вот иногда мы слышим какие-то истории, свидетельства. Я думаю, в этом стихе записано огромное свидетельство, что человек встал и пошел. Можем ли мы так поступить? Христос как-то обратился и сказал, что в Израиле не нашел я такой веры. Я читаю историю этого человека, и я думаю, что это огромная вера. Встать и просто пойти. Это очень смелое решение, и иногда после одной встречи жизнь очень сильно меняется. Очень сильно в нашей жизни приходят изменения. Когда я читаю первоапостольскую церковь, которая проповедь Петра в день Пятидесятницы, после которой покаялась не пять, не десять, не сто, три тысячи человек. Вы вдумайтесь, три тысячи человек первый раз услышали и сказали, Господь, я хочу веровать, я хочу идти за Тобой, мне нужны в жизнь перемены. Я иногда читаю вот эти истории, ведь вы и я, мы верим в то, что Бог вчера, в то время, когда были первые апостолы, и сегодня Он тот же. Мы верим в это. Мы в это верим. И действительно, мы должны либо сами быть такими, как Петр, либо же молить Бога, чтобы Бог послал Петров, после проповеди которых будут каяться десятки, сотни, тысячи людей. И это реально. Нам кажется, эти истории в прошлом, это все написано было в деянии святых апостолов, и сейчас это не повторить. Бог реален и сегодня. Вопрос нашей веры. Знаете, если веры нет, ну и, может быть, не стоит и начинать. Может быть, стоит просить у Бога, чтобы Господь благословил и послал нам такую веру. Я читаю эту историю, я думаю, что вот после слов и он встал и последовал за ним. Вот дальше не все понятно. Я не знаю, как почасово, поминутно первые часы следования слаживались в его жизни, следования за Христом. Что у него происходило? Может быть, какие-то отдельные мысли, эпизоды сказаны, когда были ученики вместе, я понимаю, что был и Левий, был и Матфей. Но в этом случае не сказано. Когда мы решили идти со Христом, возможно, мы не представляли, что нас ждет. Возможно, мы рисовали какую-то картину идеальную, что это чудеса, это ответы, это Божье водительство, стопроцентная Божья охрана. Это полностью мы, знаете, как бы успешные, самые-самые благословенные люди. Мы испытываем благословение, мы это видим, мы это чувствуем, но мы можем испытывать трудности. Я, когда читаю вот эту историю за Левия, вот то, с чем он столкнулся почти сразу. Евангелис Лука полностью описал вот эту историю. Вот он услышал, он оставил ремесло, он оставил сбор пошлин и пошел. И здесь описана такая история в Луки 5 главе 27 стихом. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин и говорит ему, следуй за мной». То есть как бы повторение то, о чем мы читали. И он оставил все, встал и последовал за ним. И дальше он решил, знаете, какой-то широкий жест сделать. Ему очень хотелось, чтобы побольше узнать о Иисусе. Иногда вот, когда человек только принимает Христа, ну, какая-то радость, какое-то счастье переполняет. Тебе хочется рассказывать, свидетельствовать, жертвовать, делать, просто ты вдохновленный. И я думаю, то состояние испытывал и Левий. И сделал для него, для Христа Левий в доме большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Ведь я тоже думаю, это шаг веры. Смотрите, он собирает круг людей, с которыми знаком был раньше, и говорит, я хочу вас познакомить с человеком, с Христом, который, услышав которого, я пошел за ним. Не все просто, не все легко, но вот я хочу, чтобы вы услышали. И вы знаете, на этой встрече, казалось бы, еще должно было покаяться 5, 10, 20 человек. Я не знаю, сколько человек было. Но что произошло? Обычная бытовая ситуация. Книжники и фарисеи роптали и говорили ученикам, зачем вы идите и пьете с мытарями и грешниками? Самое лучшее побуждение. Иногда самое хорошее, самое доброе, что у нас есть, и мы хотим положить на алтарь Богу, посвятить Его, потрудиться. Вот перечеркивается каким-то словом, сказанным вслед. Вот людей позвали просто так на обед, пригласили, сказали, приходитесь, садитесь, услышьте, что будет говорить Христос. Ну и тут шумок, тут осуждение. Говорят, зачем вы идите и пьете с мытарями и грешниками? Что Иисус сказал? Иисус, знаете, Он настолько лаконично в этом случае ответил, мог отвечать резко, конкретно, мог обличать. В этом случае Он просто сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников к покаянию. Я думаю, что хотелось бы говорить о христианской практике. Вот есть теория, есть очень много сейчас семинаров, есть длинных проповедей, которые мы слышим, есть много христианского контента, который есть в интернете, который мы слышим, то есть очень много. Но есть у нас услышанное исполнение в жизни. Если у нас вот это то, что мы услышали, мы сразу как-то применяем, мы думаем, ага, вот этого нет, мне здесь надо исправиться, мне здесь надо поменяться, мне здесь надо вырасти. Есть такое у нас? Я думаю, что после того, как Матфей захотел пойти, Господь сразу же его испытал. Вот есть христианская практика, которая, она не представлена, знаете, просто как одеваешь розовые очки, тебе все кажется идеальным. Вот сразу Матфей увидел реальность. Увидел реальность тех людей, которые считали себя святыми, которые считали себя лучшими. Вот здесь вот они осуждают, вот они что-то критикуют, они чем-то недовольны. И Христос говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Очень хотелось бы, чтобы в нашей жизни было терпение. Я думаю, с одной стороны, терпение к каким-то недостаткам, терпение к каким-то ситуациям, когда кто-то поступил не так, как мы ожидали, и не так, может быть, не отвечает нашим требованиям, запросам, но поступил просто иначе. И мы должны терпеть. Вот я думаю, что Левию было неприятно, когда он пригласил Иисуса, пришли ученики новые. И вот эти люди, которые начали осуждать, которые начали что-то говорить, ему, конечно, было неприятно, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что такие люди всегда будут. Такие люди, они нас делают лучше, они нас делают совершенней. Хуже, если мы ввязываемся в какие-то разборки, разговоры, выяснения. Отдайте все в руки Божьи. Нездоровые, но имеют нужду во враче, но больные. Отнеситесь с нисхождением. В этом христианская практика. Левий сразу начал учиться. Буквально после того, как сделал несколько шагов за Богом, Господь говорит, давай, 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 потихоньку начинай учиться. Я тебе буду проговаривать, а ты будешь понимать, а ты будешь учиться, и ты будешь видеть, как происходит. Я слышал одну историю, когда в одном христианском учебном заведении учили студентов, учили достаточно хорошо, выдавали какие-то дипломы международного образца. И во время дипломирования собрали этих студентов для того, чтобы дипломная работа не вышли, и сказали проповедь по всем правилам, по всем, все то, что они услышали за это время, они могли сказать проповедь. Но вот, знаете, у них был определенный смысл, как они практически смогут полученные знания применять. И так получилось, что первый студент, который шел, ну, кто-то или стаканчик уронил, или что-то произошло, какая-то суета. И вы знаете, а он был нацелен на проповедь. Он просто переступает, он идет, он сказал, все отлично, все хорошо, по всем правилам догматики, все осталось только поставить пять. Второму студенту тоже сделали какую-то, знаете, как сказать, подставу, тоже что-то, какая-то ситуация проверить, как он поведет себя. Кто-то что-то уронил, или кто-то начал переходить, или какая-то суета, вот он с каким-то недовольством начал протискиваться, вот он идет сдавать работу, он сосредоточен над тем, чтобы подойти. И у третьего тоже похожая ситуация возникла. И вы знаете, когда оценивали их, сказали, за теорию пять, а над практикой нужно еще работать и работать. Христианство, оно не построено на каких-то просто теоретических знаниях. Хорошо и правильно, когда мы посещаем церковь, учимся оно Христа. Правильно, если мы открываем Евангелие, учимся, читаем, может быть, что-то запоминаем, знаем стихи наизусть, но меняет ли это нас? Меняется ли что-то в нашей жизни после того, как мы услышали слово, сказанное Христом? Ученики, которые ходили со Христом, Христос их чему-то учил. Они видели, в каких ситуациях, как Он поступает. Пришел момент, когда о Христе, Христа должны вот-вот арестовать. Он берет самых близких, самых родных, идет для того, чтобы помолиться. И в эти минуты, когда ему более всего тяжело было, он нуждался в поддержке. Он нуждался в том, чтобы кто-то побыл, чтобы кто-то поддержал, чтобы кто-то был рядом с ним, мог молиться, поддерживать. То есть, но ученики спали. А после того, как пришли те, которые взять, Иуда, первосвященники, ученикам пришла мысль, может быть, стоит сейчас защищать? Может быть, стоит сейчас проявить храбрость, смелость, отвагу? И они даже говорят, а не взять ли нам меч и не ударить ли нам мечом? Ну, что вы думаете? Приходят же люди тоже вооруженные. Это не воины, это рыбаки. Петр хватает меч и отсекает рабу первосвященника ухо. Я иногда думаю, а почему он первосвященнику не отсек? Почему какому-то знатному не отсек? Просто вот его злоба, его, может быть, желание защитить, оно было акцентировано на самом беззащитном. Просто раб первосвященника, которому сказали, стой здесь, он стоял здесь. Сказали, иди туда, он идет туда, и просто хватает. Рад трубалуха. И неужели он ожидал или думал, что Христос сейчас похвалит, скажет, молодец, или вот те люди, которые пришли, они разбегутся, испугавшись Петра. Христос говорит о другом. Христос говорит, вот все время я учил вас любви. Все время я говорил о любви. А где практика? Где услышанное вы могли исполнить? Если вы приходите, если вы видите Христа в церкви, если вы видите Христа в жизни, почему это не можете вы исполнить? Что вам мешает? Христос исцеляет ухою раба первосвященника, являя еще очередное чудо, и говорит, кто возьмет меч от меча и погибнет? Я думаю, я думаю, и в этом случае Христос еще один урок преподал ученикам, еще раз он сказал, еще раз он показал о том, что легко любить слово, рассказывать о каких-то высоких материях, игра слов там. А когда дело доходит до конкретики, когда вот то, что видя нужду, видя какую-то ситуацию, ну покажи, что ты любишь. Не воздай злом за зло. Да, есть ситуации, когда ты понимаешь, что ты сильнее, ты можешь доказать, ты можешь утвердиться за счет этого. А может быть, не стоит это делать? Я когда читаю историю, когда Христос все время говорил ученикам о доверии, все время учил, говорил, что надо доверять, и много мыслей, текстов об этом говорит нам. Иисус, утрудившись от дня, садится на корму, ученики в лодке, отплывают и начинает лодку раскачивать. Понятное дело, что буря не сразу возникла, постепенно волны больше и больше становились, и волны становились настолько большими, что лодку начало заливать водой. А Иисус спит. А Иисус спит, и ученики грибут, ученики стараются. И когда, знаете, когда что-то случается, а кто-то, знаете, не в процессе, все решают вопрос, а кто-то ходит там, знаете, либо заглядывает, либо вообще безразлично относится, ну, поневоле вызывает какое-то возмущение. Ну, давай же и ты включайся в процесс. Ученики грибут, ученики стараются, ничего не получают, вот-вот утонет, Христос спит на корме. Будет Христа, и говорят, ну, знаете, как, с обидой. Я бы сказал, эти слова произнесены с обидой, и говорят, мы сейчас утонем, а тебе нужды нет, а ты продолжаешь спать, как можно было спать, когда, ну, кидает по лодке. Но что Христос сказал? Что вы так боязливы, как у вас нет веры? Господь, там мы ходили с тобой, мы уже чудеса научились делать. Смотри, мы сколько умеем, люди идут за нас, люди уже слушают нас. А Христос говорит, не-не, вообще не то, не о том. Он говорит, после этого случая, а у вас веры оказалось, что нету. А где ваша вера? Да вы научились совершать чудо, вы что-то делаете, у вас, может быть, даже что-то получается. Стихла буря, все успокоилось. Вот мне кажется, что такие уроки, практическое христианство, мы проходим каждый день. В той или иной мере, в нашей жизни тоже бывает не все гладко, иногда штормит, иногда мы испытываем трудности, но мы всегда должны помнить слова, которые Христос сказал ученикам. «А что, у вас веры нету? Неужели вы думаете, что Бог потерял над всем контроль?» Я думаю, что Бог сегодня учит нас доверять. Конечно же, если мы говорим о христианской практике, мы понимаем, что первые шаги, они всегда, знаете, ну, неустойчивы. Ребенок, когда делает первый шаг, он держится, он просто вот-вот упадет. Есть пословица «первый блин комом». То есть мы понимаем, что не все сразу может получаться. Но если прошло год, а у нас все, первый блин продолжается комом, если прошло несколько лет, а мы до сих пор не научились ходить, мы ползаем, может быть, вопрос не к Богу, вопрос к нам. Есть ли у нас христианская практика? Есть ли у нас вот услышанное? «Господь, вот я хочу меняться». Ты сказал, я увидел, что я не прав, я хочу поменяться, я хочу исправиться, я хочу быть лучше. Я, читая Евангелие уже в Деянии святых апостолов, когда Лука описывал, если Петр поначалу испугался женщины, то в дальнейшем, уже когда сказали, завтра мы выводим тебя на смертную казнь, он оставался спокойный. Смотрите, насколько вот изменилась его жизнь. Вот если говорить о доверии, вот это реальная жизнь, когда человек учится или воплощает услышанное Слово Божье в жизнь. Не просто играет стихами, не просто знает их на память, вовремя цитирует в адрес кого-то, он сам этим живет. Для него это ценно, для него это то, без чего он не может обойтись. Если поначалу ученики спорят, ну кто будет главный, кто будет старше, то после того, как они, Петр и Иоанн, Деяния святых апостолов, описана история, исцеляют больного, и все их, знаете, просто на руках готовы носить, а чему вы удивляетесь, говорят ученики, это мы не своей силой сделали, это мы силой Божьей сделали. Поэтому, знаете, когда я читал эту историю, читал историю о том, что Иисус подошел к Закхею, подошел к Левию, а Он встал и пошел. Я понимаю, может быть, что-то похожее в нашей жизни, мы встали и пошли, и может быть, мы до конца не понимали, сколько трудностей у нас в жизни можем мы столкнуться, но мне хочется, чтобы каждый час или каждый день, прожитый в Боге, Он чему-то нас учил. Каждый день Бог преподает нам уроки. Возможно, мы не всегда видим, мы не все понимаем, но Бог хочет, чтобы мы были внимательны. Читая историю Израиля, Израильского народа, Израильский народ, который увидел чудеса на Египте, увидел то, как Бог их вывел, проходит совсем немного времени, они уже ропщут, они уже недовольны. Я думаю, что Бог сегодня говорит нам и учит. Он за практическое христианство. Христианство в виде разговоров Богу не надо. Может быть, нам интересно так собраться, где-то поделиться какими-то впечатлениями и о чем-то высокопарном поговорить. Бог хочет, чтобы вот эти слова, которые записаны в Библии, они нас делали лучше, они нас делали совершеннее. Мы были похожи как можно больше на Христа. Если этого не происходит, наше время сегодня говорить, Господь, Ты нас измени. Мы в этом нуждаемся. Ты нас благослови. Аминь. Аминь.